Давайте, да, может существовать объективный школьный учебник истории и возможно ли его создать в Российской Федерации. Первая школьная история в любой стране мира, в Российской Федерации, в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, в Англии, это всегда национальный миф, приглаженный, красивый и прочее. Никто, в отличие от постсоветской россиянии, не страдает национальным мазохизмом, никто не рвется на себе рубашку, какие мы плохие, мы убийцы, мы убили столько людей. Везде, в любом школьном учебнике нормальной страны будет написан, нарисован миф. Мы самые красивые, самые умные, мы благородные, мы всегда даже на войне с розами, мы пленных жалели, мы никого не убивали. Вот таким должен быть учебник в любой стране, и в Российской Федерации в частности, без всякого национального мазохизма. Есть еще другая наука, историческая, но ее читают серьезные люди, основная масса читать этих книг не будет, они скучные, источники и прочее. Я подчеркиваю, это есть везде, кроме Российской Федерации, где государственный мазохизм, национальный мазохизм сделан государственной политикой. Мы плохие, мы друг друга убивали, мы не так выиграли войну, мы всегда не так выигрывали войну и прочее. Может ли нынешняя власть создать непротиворечивую версию для школьного учебника? Думаю, что нет. Потому что любая объективная версия должна говорить о том, что в 1991 году был распад, преступный распад страны, что был государственный переворот 1991-1993 годов, приход к власти уголовников в 1993 году, геноцид последующий русских и гендустриализация. Всего этого говорить нельзя, потому что это затрагивает интересы нынче правящих. Они сами себя выставят в сеть. Но не могут же в школе говорить, что наш президент, например, если последующий президент, но президента у нас всего два, Ельцин и Путин, надеюсь, вы не будете строить иллюзия, что президента Российской Федерации из уголовной системы выросли. Невозможно это предполагать в нынешних школах. Поэтому опять получится шизофрения, раздвоение. То есть тот, кто пишет учебник, он сам должен быть победоносным, у него не должно быть шизофрения в мозге. Поскольку нынешняя постсоветская власть шизофренична, она никогда этот учебник создать не может. Но что-то, видите, вам попробуют изобразить. Мне будет интересно почитать, что это получится.